Как стать успешной женщиной и хорошей мамой одновременно? Этот вопрос долгое время мучил многих мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Женщины, покидая рабочее место, зачастую выпадают из жизни предприятия и специфики профессии. Специально для них на базе Анапского индустриального техникума открыты курсы повышения квалификации и переобучения. Этот проект пилотный для России, Краснодарский край, первым был, кто начал его реализовывать. Все эти меры реализуются в рамках указа президента об улучшении демографической ситуации в России. Краснодарский край был также первым пилотным проектом, кто вообще начал в 2008 году практиковать обучение мам, которые находятся в декретном отпуске и продолжают потом отпуск по уходу за ребенком. В этом году мы планируем обучить 500 мам. И если данное направление будет востребовано, то в следующем году будем повышать эти цифры. А пока мамы на лекциях, с их маленькими детьми в соседней комнате занимаются опытные педагоги. Специальная комната по обустройству напоминает обычную квартиру с удобной кухней, холодильником и игровой комнатой, усыпанной игрушками. Поэтому детям здесь комфортно. Увлеченные игрой дети своих мам-студенток от занятий не отвлекают. Кроме повышения квалификации, можно получить и новую профессию, например парикмахера. Программа обучения состоит из двух частей. Это теоретическая часть, в ходе которой опытный преподаватель рассказывает и показывает на манекенах виды и типы стрижек. Вторая часть практическая. Будущие специалисты делают первые пробы в новой профессии на своих родных и знакомых. Я здесь уже три месяца занимаюсь, мы очень довольны. Мы ведем и конспекты, то есть у нас есть теория, параллельно сочетается с практикой. То есть здание, даже если мы что-то где-то забыли практически, мы всегда открываем конспекты и смотрим, где какую стрижку, где какая технология. У нас есть обязательно зачеты по всем основным стрижкам, по всем, например, химиям, эмилированиям. Мы работаем с манекенами. На Кубани это первый реализуемый проект помощи молодым мамам. Идею руководства техникума подсмотрели в ходе командировки в Лондоне. Мы совместно с центром занятости, когда мы узнали про эту программу, мы решили сразу, незамедлительно вложить средства и открыть данную детскую комнату. И я скажу, что она на сегодняшний момент очень пользуется успехом. С сентября месяца мы планируем расширение данной детской комнаты. Мы открываем еще один учебный корпус, где будет размещаться большая возможность детей. И не только детей, кто приходит к нам на обучение, а мы и детей наших сотрудников, преподавателей и рабочих техникум. Стать участником программы просто. Первый шаг – обращение в службу занятости населения. Там подробно расскажут, какие документы необходимо собрать. Специалисты помогут не только выбрать новую профессию, но и трудоустроиться. Продолжение следует...